Добрый день, дамы и господа! Овощной город снова с вами! Сегодня мы поговорим о часто встречающейся ошибке при применении герпицидов на картофеле. Картофель в зависимости от сроков посадки или сорта может находиться на полях в разных фазах развития. На соседних полях может находиться картофель, который уже взошел и который даже еще не собирается. А что будет, если уже взошедший картофель обработать гербицидом для довсходового применения? Ну, например, если механизатор ошибся полем. Я смоделировал подобную ситуацию и обработал картофель, который уже взошел, гербицидом, который предназначен только для довсходового применения. Через некоторое время на картофеле появились симптомы фитотоксичности от примененного гербицида. Особенно это хорошо видно на контрасте с необработанным картофелем. Мне стало жалко картофель, и я решил ему помочь. Я обработал его изобионом. Изобион отлично справился, и на картофеле не видно былых признаков фитотоксичности. И все же стоит отметить, что картофель, на котором проводились издевательства с моей стороны, немного отстает по фазе от более везучего картофеля, ведь он уже отсвел. А наиболее слабые растения картофеля так и не смогли оправиться от встречи с гербицидом. А все потому, что между применением гербицида и последующим применением изобиона прошла целая неделя. И вот вам мой совет. Если у вас случилась подобная ситуация, не стоит ждать недели перед применением изобиона. Лучше применить его через день-два после неудачной обработки гербицида. И это поможет максимально снизить вред от примененного гербицида. Всего вам хорошего и удачи вам на ваших полях!